Слава Украине! Вот, ребята, еще одно видео из той области, которое, скажем так, называется «С кем Украине приходится иметь дело?». Вот послушайте. В Харькове с 24 февраля российскими фашистами было разбито 1143 здания, из которых 998 – это жилые дома. Одноэтажные, либо же многоэтажные. То есть, еще раз повторю, тысяча домов разбитых, просто жилых. А теперь скажите мне, вот эти гады, когда они лезли в Украину со своими грязными кровавыми руками, они говорили, что они идут спасать русскоязычное население, требовать русского языка. Вот вам русскоязычный город. Харьков, ну, я не знаю, на 80%, наверное, русскоязычный. В нем уничтожено тысяча жилых домов. А теперь скажите мне, когда ты уничтожаешь дом русскоязычного человека, ты его защищаешь таким образом? Или почему ты его уничтожаешь? Я вам скажу. Дело в том, что, конечно же, плевать им на русскоязычное население. Они даже... Им на своих плевать, на русских вообще. Не только на русскоязычных, им на русских наплевать. Посмотрите, они не забирают своих убитых с поля боя. Они бросают раненых, они их добивают. Это людоеды, это вурдалаки. Они не приехали спасать, они приехали убивать. Они приехали делать из Харькова такую же ужасную картину, как вот Улан-Удэ, там Архангельск. Вот эти вот все жуткие какие-то места, которые разбиты, разгромлены. Которые без войны выглядят так, как наш Харьков после войны сейчас. Понимаете? Вот для чего они приехали. Они приехали нас делать такими же нищими, убогими рабами, какими являются сами. Допустим ли мы это? Конечно же нет. Возьмут ли они когда-то Харьков? Да даже если они снесут все 100% в домов в Харькове. Не видать им Харькова, как и остальных других украинских городов. Как своих ушей. Причем не важно, город в основном русскоязычный или украиноязычный. Слава Украине!